В Чебоксарах с рабочим визитом побывали первый заместитель министра труда страны Алексей Вовченко и руководитель Роструда Всеволод Вуколов. Федеральные чиновники посетили крупнейшие предприятия республики. Но особое внимание было приковано к концерну тракторные заводы. Представители федеральных ведомств решили посмотреть, как на предприятии обстоят дела с занятостью работников. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В цехах Чебоксарского тракторного завода сейчас не услышишь привычного гула станков. Многие конвейеры пришлось заморозить. Директор по экономике и финансам Андрей Мажанов говорит, что уже на протяжении двух месяцев предприятие находится в простое. Начиная с мая прошлого года мы работали уже в режиме неполной занятости в четырехдневном режиме. С октября месяца мы в условиях недостатка оборотных средств даже изменили режим работы, перейдя в режим работы по субботу, когда электроэнергии дешевле. Наличие оборотных средств, говорят специалисты, поможет выйти из сложной ситуации. Но они могут появиться только после ликвидации задолженности, хотя портфель заказа в концерне уже сформирован. Более пяти миллиардов рублей по предприятиям Чуваши. Это и по агрегатному заводу, это и по промтрактору, и по промтрактору-вагону. Нам верят наши партнеры. Мы верим в то, что мы все-таки завершим, потому что поддержка очень серьезная. Нас не оставляет один на один с этой проблемой ни правительство России, ни правительство Чуваши. Ежедневно проходят у нас по различным направлениям встречи и министерстве промышленности, и правительстве. Сокращать рабочих на предприятии пока не намерены. Большинство специалистов переведены на режим неполной рабочей занятости. Снизить напряженность в прошлом году помогла федеральная программа. Предприятиям концерна из бюджета было выделено более 50 миллионов рублей. На эти средства более тысячи заводчан обучились новым специальностям, часть сотрудников устроили на общественные работы. Дополнительную поддержку Минтруда Республики готовы оказать и в этом году. По пяти направлениям мы готовы работать с тракторным заводом. Временная занятость, стажировка студентов, стажировка выпускников, профессиональное обучение, повышение квалификации. Ну и там, допустим, трудоустройство инвалидов. То, что предприятие работоспособно, доказывают и новые разработки заводских конструкторов. Гостям показали современные модификации машин. Руководители концерна тракторные заводы уверены, что у градообразующего предприятия есть будущее. И государство обязательно поможет реструктурировать долги. Другого выхода нет, иначе вся та работа, которая была на протяжении трех лет, она будет сведена к нулю. Чего допустить ни в коем случае нельзя. Митрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.